Коллеги, да, всем добрый день. Приветствуем вас на очередном семинаре Центра когнитивного моделирования МФТИ, номер 8, по-моему, уже в этом осеннем сезоне 2021. Центр когнитивного моделирования МФТИ, он очень тесно связан и аффилирован с Федеральным исследовательским центром информатики и управления Российской Академией наук. Вот, и сегодняшний докладчик Кирилл Муравьев, он, с одной стороны, выпускник МФТИ, с другой стороны, сейчас научный сотрудник и аспирант ФИЦУРАН, и, соответственно, он сегодня расскажет о том, что вот мы сейчас видим на картинке о задачах картирования в интересных постановках. Передаю слово Кириллу. Всем добрый вечер. Пока еще я, конечно, не научный сотрудник, а только программист, вскоре буду инженером-исследователем. Ну, в общем, я занимаюсь исследованиями ФИЦУРАН главным образом в области автономной навигации роботов и картирования и локализации. Сегодня я представлю обзор современных методов 2,5D и 3D-картирования с ведущих конференций и журналов, и также расскажу об их практическом применении и немножко о своем опыте их использования. Обзор выполнен совместно с компанией Dragon Tree Labs, с которой я сейчас делаю проект по навигации робота. И некоторые кейсы из доклада будут связаны с этим самым проектом. Карты бывают двумерные, просто карта препятствий – это матрица, где каждая ячейка помечена как занятая, свободная для проезда или неизвестная. Также бывают 2,5D, где в каждой ячейке вместо маркера «занято свободно» находится ее высота. Ну и также карты строятся в виде трехмерного облака точек. Для построения используются разные сенсоры, главным образом это камера, монокамера, стерео, РГБД или лидары. Обычно все же 2D и в редких случаях, когда позволяют мощности и финансы 3D лидары. В первую очередь, построение карты на роботе нужно для навигации, для планирования маршрутов. Если у нас робот катается по ровному полу, то ему будет достаточно для навигации 2D-карты. А если, например, у нас местность неровная, то уже нужно картировать ее высоту. По 2,5D-картам, то есть картам высот, можно также оценивать проходимость маршрута для разных роботов. Какой-то робот, например, может забираться на ступеньку в 5 см и ехать по уклону в 15 градусов. Какой-то может на ступеньку в 15 см ехать по уклону в 30 градусов. И по 1-2,5D-карте можно оценить проходимость для них для всех. Если же у нас, например, многоуровневое здание или у нас робот-летающий квадрокоптер, то 2,5D-карты ему уже не подходят, потому что в одной точке плоскости может соответствовать несколько разных уровней, и все их надо откартировать. В таком случае возникает необходимость построения трехмерной карты. Но для планирования маршрутов карта должна быть трехмерной, довольно плотной. А плотная 3D-карта, она занимает довольно большой объем. Однако еще одно преимущество использования 3D-карты – это возможность локализации по ней с помощью, например, метода IRIS. То есть по предварительно построенной загруженной 3D-карте можно определять свое положение в ней. При построении карт на роботе возникает много проблем. Зачастую картирование выполняется на борту робота без использования сторонних серверов, и у робота, как правило, серьезно ограничена вычислительная мощность. То есть там не бывает на борту мощных видеокарт, мощных процессоров обычно, и все алгоритмы нужно запускать на довольно слабом бортовом компьютере. Также сенсоры робота почти всегда имеют некоторый шум. Иногда шум довольно сильный, что серьезно затрудняет вычисление траектории карты. И робот не всегда двигается плавно, особенно в случае, если робот летающий, он двигается резко. Если робот едет по неровной местности, его будет трясти, и будут прыгать точки на изображениях камеры, что тоже затрудняет построение карты. Также в задаче картирования часто возникают динамические объекты. Например, перед роботом пройдет человек или проедет машина. Если они нанеслись на карту, надо будет их потом убрать, чтобы этот кусочек карты оказался свободным для проезда. Плотные трехмерные карты также занимают довольно много памяти, что затрудняет их хранение на борту робота. Ну и в случае построения карт по камере бывают вот такие вот низкотекстурированные среды, когда алгоритмам просто не за что зацепиться. В данном докладе я рассматриваю методы с современных конференций и научных журналов, которые частично решают эти проблемы. Три метода строения трехмерных карт. Самые свежие с статей этого года это Orb Slum 3, OV2 Slum. Эти два метода строят разреженную карту, зато работают быстро. Также метод Valdor Slum, который строит плотную карту, но он уже требует больше вычислительных ресурсов. И также три метода 2.5D-картирования. Это схемап, который уже довольно старый. Elevation Mapping чуть по свежее. Он строит локальную 2.5D-карту. И его обобщение на глобальную карту, это метод GEM Global Elevation Mapping. Начал с метода Orb Slum 3. Это расширение известного классического метода Orb Slum и Orb Slum 2. Главная его особенность – это возможность использования данных инерциальной навигационной системы и корректирования позиций и карт-конг. А также в случае, если, допустим, трейдинг потерялся, то алгоритм Orb Slum 3 стоит новую карту, а когда loop closure уже замыкание циклов ищет по всем картам – и текущей, и старым. И если он нашел, что, например, текущая картинка с камеры она была уже когда-то в старой карте, то карты соединяются. Однако этот метод Orb Slum 3 строит карты разреженные, они здесь представлены на слайде, поскольку он извлекает из картинок особые точки, фичи, и на карты наносятся только координаты этих особых точек. Такие карты малопригодны для навигации и для планирования маршрутов, поскольку мы не можем сказать между двумя точками, можно проехать или нет, а зазоры, как видно, здесь довольно большие между этими точками. Основные преимущества метода Orb Slum 3 – это возможность восстановиться после того, как он потерялся, то есть как локализация потерялась. Также низкое потребление вычислительных ресурсов. Метод Orb Slum 3 может работать почти на любом портовом компьютере. Ну и позиции, вычисленные по видеоданным с камер, корректируются также по данным EMS. Однако карта у него получается разреженной, что для навигации непригодно. Ну и опыт его использования показывает, что при поворотах на месте или в низкотекстурированных следах часто бывают сбои трекинга, то есть позицию, которую он вычисляет, она либо прыгает, либо вовсе теряется. Следующий метод – это ОВ2 Slum. Он использует почти те же принципы, что и Orb Slum. На вход он принимает данные с моно- или со стереокамеры. По изображениям вычисляются также, как и Orb Slum, особые точки. Из них фильтруются выбросы. По сопоставлению этих особых точек вычисляются позиции камеры. Из кадров видеопотоков отбираются ключевые кадры. И по точкам ключевых кадров с помощью их сопоставления пространственно-временного уже строится карта. Также, как и в случае Orb Slum, карта получается разреженной, потому что на карту наносятся только особые точки. Здесь авторы метода представили видео, как он работает. Вот тут видно, что достаточно низко текстурированная среда, но при этом алгоритм не теряется, и карту строят успешно. Но карта получается разреженной. И тут видно, что разворачивается робот с звездочкой, он не разворачивается на месте. Вполне возможно, при развороте на месте произошли бы какие-то сбои. Основное преимущество метода ОВА-2 Слава это очень высокая скорость работы. Авторы его заявляют, что он может работать до 200 кадров в секунду. То есть они запускали какой-то датасет, по-моему, ее урок, со скоростью 200 кадров в секунду. И ОВА-2 Слав в реальном времени строил по нему карту успешно. Также эксперименты, проведенные авторами статьи, показали, что точность в реал-тайме в среднем выше, чем у метода ОВА-2 Слава. Хотя, если методу ОВА-2 Слава дать время, то у него точность будет выше. Однако, карта у него разреженная, и несмотря на все эти преимущества, для навигации робота метод ОВА-2 Слава оказывается малоприборным. Плотную карту строит метод Волд ОВА-2 Слава. Он принимает на вход данные почти с любой камеры, и с моно, и со стерео, и с РГБД. Строит плотную трехмерную карту. Для строения карты ему нужен оптический поток, который вычисляется каким-то сторонним методом. Авторы предлагают использовать нейросеть PVC-Net. Дальше модель сама Волдор Плюс с помощью вероятностных методов вычисляет карту глубин и позиции камеры. Если карты глубин уже предоставляются, например, у нас РГБД-камера, то метод Волдор Плюс эти карты глубин дополнительно оптимизирует. из кадров входного видеопотока также выбираются ключевые, и по ним, по картам глубины строятся локальные облака точек и сшиваются уже в общую глобальную карту. Модель Волдор Плюс берет на вход оптический поток, вычисленный сторонним методом, например, нейросетью, и с помощью какой-то лютой комбинации вероятностных методов разделяет его на так называемый жесткий поток, который обусловлен только движением камеры, и остаток, который обусловлен шумом сенсоров и динамическими объектами. Из жесткого потока также вероятностными методами вычисляются позиции камеры карты глубин. Ну и по картам глубин уже строится метод домообратной проекции Point Cloud облако точек и сшиваются эти Point Cloud в трехмерную карту. Здесь показаны результаты запуска этого алгоритма в Олдор Слам слева на Outdoor датасете, справа на Indoor. В обоих случаях построена плотная трехмерная правдоподобная карта, в которой успешно проведено замыкание циклов. Если верить авторам статьи, то на сложных сценах, там, где низкотекстурированные картинки или быстрое движение робота, точность значительно выше, чем у метода Орд Слава. Так, я слышу от себя эхо, у кого-то может не выключен микрофон? Не знаю, я тоже, да, слышу какие-то артефакты, но вроде терпимо. Хорошо, я тогда продолжу. В общем, главное преимущество метода Орд Слава то, что он строит плотную трехмерную карту. Ну и также он работает с высокой точностью и не ломается, в отличие от Орд Слава, в низкотекстурированных средах. Однако, он требует наличия GPU на борту робота и довольно мощный GPU. Замеры в экспериментах показали, что скорость на видеокарточке GTX 1080, довольно передовая мощная карточка, всего 15 FPS. А на слабенькой видеокарте бортового компьютера робота, скорее всего, он в реальном времени работать не сможет, поскольку на борту робота, как правило, видеокарта во много раз слабее, чем 1080. Теперь перейдем к 2,5D методам. Первый из них это скимап. Он на вход принимает данные с RGBD камеры, а также одометрию со стороннего источника. Карту он может строить как в 2D, так в 2,5D и в 3D. И при этом карта во всех случаях будет плотной. Метод по глубинам со входящего потока строит с помощью простой обратной проекции облака точек Point Cloud и выборочно интегрирует эти Point Cloud в глобальную карту. карта хранится в виде дерева скиплистов. Скиплист это такая вероятностная структура данных, у которой нижний уровень это простой односвязный список, а на уровнях выше есть элементы снизу с какой-то вероятностью. В общем, она работает так, что и вставка и поиск происходят в среднем за логарифм. В окселе карты, то есть вот эти кубики, они хранятся в дереве глубины 3 на первом уровне. Х-координаты на втором Y-координаты на третьем Z-координаты. И потомки каждой вершины, то есть каждая линия вот здесь на слайде это хранится в виде скип-листа. Авторы статьи утверждают, что такой способ хранения эффективнее всех прочих, в том числе стандартного способа ОК-3. Карта обновляется по данным по данным глубинам, по point-cloudам с них точки в зависимости от метода, который я раза 3 перечитал, так и не понял, либо добавляются, либо забываются. Однако никакой коррекции, никакой оптимизации не происходит. То есть вот какие были входные позиции и point-cloudы, так точки и добавляются. Здесь слева показана карта, построенная этим скимапом. На датасете из реального мира здесь коридор с комнатами. карта 3D, видно, что она достаточно плотная и правдоподобная. А справа показана тоже там коридор с комнатами, но уже в симуляторе хэдэдэд. Здесь на вход ему подавалась идеальная глубина без шумов и позиция тоже была довольно точной. Однако при всем при этом, при быстрых движениях робота или когда позиция немножко отклонялась от истины и возникали провалы. Вот здесь, например, половина комнаты на карту не нанеслась. В целом скимап строит плотную карту всех размерностей и он довольно-таки вычислительно эффективен. Однако он качество построенной карты сильно зависит от качества входящей позиции и глубины, поскольку никакой коррекции в нем не встроено. Он просто геометрическими методами по позициям и глубинам наносит точки на карту. Ну, а когда позиция шумит, то в карте возникают провалы. перейдем к методу Elevation Mapping. Этот метод на вход принимает облако точек сенсора либо с rgbd камеры, с лидара, то есть локальный point cloud, а также принимает с внешнего источника позицию с ковариацией. Он строит 2,5D карту, то есть карту высот. И также каждой точке этой карты дает еще одну величину confidence, это дисперсия высоты. Здесь она помечена цветом. Точки наносятся на карту по данным с входного point клауда. Здесь высоты и их дисперсии обновляются с помощью простого фильтра калмана. По данным с point клауда и по ковариации тоже со входных данных. По данным садометрия о кавариации, которая пришла на вход, а также обновляется кавариация высоты, точнее дисперсия высоты. После того, как точки на карту были нанесены, вычисляются границы неопределенности, то есть это плюс-минус две сигмы, две величины дисперсии. дальше вокруг каждой точки строится горизонтальный эликс с радиусами в горизонтальной ковариации и по ним строится эмпирическая функция распределения по всем точкам, попавшим в этот эликс. Ну, а дальше доверительные интервалы, то есть разброс пересчитывается исходя из этой эмпирической функции распределения. Так он становится меньше, чем по результатам совхо данных. Метод elevation мэппинг также учитывает динамические объекты с помощью raytracing. Если перед ним возникло какое-то препятствие, но потом в области видимости его не оказалось, то препятствие старта стирается. Этот метод был протестирован в DTL на реальном роботе. Здесь представлены результаты с двух камер, с двух роботов. Слева робот с OOD камерой, у которой довольно шумная глубина и Point Cloud. А справа робот с камерой RealSense, у которой Point Cloud уже четкий. Вот кусочек Point Cloud представлен на слайде на правой картинке. В обоих случаях робот ехал по ровному полу, но слева на случае OOD на карте получились марсианские холмы, а справа в случае RealSense действительно ровный пол. То есть метод Elevation мэппинг сильно зависит от качества входных данных, от точности сенсора. Сейчас покажу видео запуска его на данных с реального робота. Здесь вид сверху, цветная карта плоская, это карта высоты как раз Elevation мэппинг, а вот эти точки это локальный Point Cloud с RGBD камерой VitorialSense. Вот робот проехал через дверь, здесь он Elevation мэппинг почему-то рисует время, хотя тут чистый пот. Так осталась загадкой, почему он рисует, будем дальше разбираться. Вот он разворачивается и наносит на карту стенки, все углы прямые, едет обратно, вот я прошел мимо робота и как динамический объект выступил, он динамический объект с карты убрал, то есть Ray Tracing тоже работает. В целом он строит довольно правдоподобную карту, правда не наносит на карту точки выше, чем уровень камеры робота. Подытожим про Elevation мэппинг. Его главное преимущество то, что он строит плотную 2,5D карту и имеет высокую скорость работы, а также учитывает динамические объекты и умеет убирать динамические препятствия с помощью Ray Tracing. Однако карта только локальная, она двигается за роботом. И также метод очень чувствителен к качеству входного Point Cloud с камерой. Если у камеры большой шур, то карта получается плохая. выше уровня камеры метод карту не строит. То есть, например, высота камеры робота 30 см над полом, робот смотрит на ножку стола, то на карту попадет эти первые 30 см ножки стола. Однако для навигации этого достаточно. Что выше робота ему знать не обязательно, поскольку он под этим столом может проехать, у него высота 30 см. Метод GEM Global Elevation Mapping он уже строит глобально 2,5 D-карта. Он использует немножко модифицированный предыдущий метод просто Elevation Mapping для построения локальных карт и эти локальные карты он определенным образом сшивает глобально. Также он строит дополнительно карту проходимости, то есть по 2,5 D-карте он для каждой точки вычисляет проходимо там или нет. Вот здесь например показано на кусочке карты зеленым проходимо, красным не проходимо препятствием. Для вычисления проходимости он смотрит на градиент нормальной и градиент высоты. Точки усоединенные по окрестностям. И по такой замысловатой формуле он вычисляет так называемый коэффициент проходимости. Дальше с помощью некоторого порога можно для каждой точки установить проходимо она или нет. Глобальную карту он сшивает из подкарт. Каждая новая подкарта строится с новых 20 метров. То есть робот проехал 20 метров и он строит новую подкарту. между подкартами запоминаются трансформы преобразования систем координат которые берутся с глобальной системы оценки траектории. Это либо глобальный слам либо система визуальной одометрии. эти подкарты сабмапа остаются неизменными меняются лишь трансформы между ними. Когда например у глобального слам срабатывает замыкание циклов меняется траектория в соответствии с этой траекторией меняются трансформы. То есть метод очень простой и видно что он работает. авторы предоставили видео работы метода на датасете киньте. Датасет записан с машины которая катается по городу. И вот локальные карты построенные элевейшн вайпингом довольно успешно сшиваются в большую глобальную. Вот сейчас будет срабатывание замыкания циклов. Ну ладно. Похоже что не очень сработало. но в целом карта получается довольно правдоподобной. Подытожим по Global Elevation мэпингу он строит плотную глобальную 2,5D карту и при этом он работает довольно быстро. однако в отличие от локального Elevation мэпинга он уже требует наличия видеокарты. Ну и также как локальный Elevation мэпинг он чувствителен к качеству входного полного точек. Ну и дополнительно он требует наличия внешнего слам или визуальной одометрии чтобы оценивать глобальную траекторию. Подведем итоге. Здесь были рассмотрены методы трехмерного картирования и 2,5D картирования по 3D исламу. Методы получилось что строят либо разреженную карту методы ОВА-Слам 3 и ОВА-Слам либо они имеют высокую ресурсоемкость так как нет как например метод волдорслан методов два с половиной для картирования в целом удалось найти очень мало в общем то все они представлены были здесь все что нашел но из них вот метод два с половиной до или выяснился он довольно неплохо работает в ближайшее время в дтре надеемся протестировать метод global elevation и получить по данным с этого вот робота стрел сенсом глобальную карту здесь представлены ссылки на все эти методы а также на сделанный обзор методов стенд там их больше 20 штук вот они есть таблички с описанием входных данных вида карты которые они строят и также комментарии спасибо за внимание какие у вас есть вопросы кирилл спасибо за за доклад мне например очень понравилось я с удовольствием послушал но вот вопрос у меня много вопросов я так понимаю что принципе сможем их обсудить в таком режиме дискуссии вот вот первый вопрос по поводу орб слаб вот насколько я знаю вот эти методы орб они уже достаточно давно развиваются и вот все таки там по большому счету в чем разница между орб 2 и орб 3 основная разница то что я вот сказал то что он при потере может восстанавливаться он просто начинает строить новую карту а когда видит что видит картинку похожую на ту которая была в старой карте он эти карты сшивают ну и также 3 он сам в отличие от 2 может корректировать позицию карту по данным с инерциальной навигационной системы во втором насколько я знаю возможности использования нс нет а то есть значит я я так вот значит во первых там получается такой комплексный метод да то есть там видео плюс и нс так да ну и нс опционально можно и без него а вот есть какие-то результаты там в статьях авторы про это пишут или мужики-то эксперименты там вот проводились где-то все-таки вот это использование и нс комплексирование одно там существенно увеличивает но заметно увеличивает качество работы то есть точность но и так бегло посмотрел согласно автор статьи по слов довольно таки значительно увеличивает но скорость при этом не сильно проседает на скорость к сожалению ничего не знаю но вообще по идее данные и нс они весят немного обрабатываются быстро так что не должно проседать ну у меня такое же ощущение просто хочется на самом деле это из области ощущений перевести в плоскость вот конкретики но это то есть то есть там нету информации статьях вот о том насколько включение и но обычно просто часто бывает когда добавляют эту опцию прям добавляют еще отдельную табличку что мы эту опцию включили насколько сильно там возросло качество при этом насколько увеличилась скорость работы чтобы можно было как-то оценить то там нет такого рода информации вполне возможно что есть но я просто не заметил понятно вообще метод порт сантри уже был на практике опробован в dtr на данных с реального робота вот на тех же самых что запускал или выше мой танк и там выяснилось но при первом пробном запуске что если робот едет по прямой то все хорошо а когда начинаются повороты там резкий поворот или поворот на месте то несмотря на то что данные нас ему на вход поддаются все равно позиция начинает шуметь сильно понятно окей хорошо так это это про орб 3 дальше про вот эти вот глобал или вейшн мэппинг и и и локал или вейшн мэппинг если я правильно понял глобан или вейшн мэппинг он не включает в себя вот компонент глобального вот то что то что там названо глобальный слом то есть это или все-таки он является глобальным станок или ему нужен но как-то как-то но вот этот тогда как джем да вот этот джем он использует глобальный ислам понятно то есть мы говорим что нам нужен какой-то глобальный ислам вообще а вот либо слом либо глобал визуал доме то есть нам нужна глобальная траектория на вход а то то есть как карту глобальный делать он сама нужна глобальная траектория да то есть а одометры а какой в экспериментах использовали метод вот авторы получается для этого дела по моему орб слом правда второй потому что третий вышел одновременно с этим джемом то есть они использовали для своего джема внутри одометрию визуальную от орб второго слома так да а картирование от себя вот ну вот это элевейшн мэппинг и сшивание понятно 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 и вот там еще тоже такой вопрос все-таки не совсем понятен почему на этой видео на этой видюшке с джемом там был автомобиль кажется что автомобиль но он ездит по ровным дорогам ну я вообще не понял вот этого кейса зачем зачем это там я бы понял если бы это был действительно какой-нибудь может быть внедорожник который где-то на пересеченной местности или какой-то вот робот который там пересеченной местности ну или что то такое то есть что там за история с автомобилем но тут не знаю зачем автора именно на ките проводили эксперименты но видимо за тем что у кити просто длинные траектории и просто чтобы показать что умеет сшивать длинные большие карты там вот в этом ролике проезд нескольких километров и карта не сбилась понятно так ну может быть есть вопросы вот где-то на ютьюбе или еще у кого-то если нет у меня тогда вот такой тоже глобальный вопрос ну вот хорошо окажется что сделан дать как бы некий анализ проанализировано что-то но вопрос в том с точки зрения вот проекта про который шла речь все таки какой там стек технологий в том числе картина и локализации планируется использовать вот такой как бы high level то есть концептуальный взгляд то есть будет ли там глобальная локализация глобальная дометрия будет ли там глобальное картирование или только локальное и и так далее на самом деле сейчас очень активное бурное обсуждение идет того нужна ли нам глобальная локализация глобальное картирование пока еще твердо не решили мы больше склоняемся к тому что нужно а а что литература говорит на этот счет или к это там вот внутренние ощущения опыт и так далее то есть но внутренние ощущения говорят что роботу все же нужна глобальная локализация хотя бы на старте просто понять где он в глобальной системе координат окей понятно да она не нужна постоянно с чистотой 30 кадров в секунду но там раз какое-то время сверяться с глобальной карты и все же будет полезно я просто я объясню почему я задаю этот вопрос то что мне вот вообще всегда казалось я как-то даже не задумывался над этим и всегда казалось по умолчанию что ну конечно же это нужно да то есть нужна глобальная карта она должна быть максимально точной она должна быть в настоящем масштабе метрической и так далее не знаю почему вот у меня такое было ощущение вот сейчас я смотрю вот на эти работы которые ведутся и там тоже на доклады действительно уже начинают закрадываться какие-то сомнения или скажем так интерес попробовать а можем ли мы вот все-таки без без такой супер точной глобальной карты или там без может быть без метрической глобальной карты то есть то что называется topological slam вот поэтому поэтому этот вопрос и задал но это ладно зависит сильно от задач которые робот выполняет да я как бы я соглашусь но хорошо вот допустим где где например как как ты думаешь нам обязательно нужна глобальная карта а где и глобальная адометрия глобальный ислам и так далее а где можно без этого в каком-то смысле обойтись или ну как-то ее упрощенную модель строить так далее ну где нужно глобальная почти везде но мне сказал в зависимости от применения но все-таки то есть можешь назвать какое-то тогда все робот что-то развозит например занимается доставкой и ему хоть изредка надо сверяться с глобальной картой того что ему старт и финиш задаются в глобальных к так окей хорошо и тогда наверное финальный вопрос по поводу значит научных научной какой-то новизны и вообще планов вот что можно сделать нового с точки зрения науки здесь то есть все что там было сказано это я так понял обзор вот да state of the art методов то есть это то что уже сделано соответственно какие планы ну вот у тебя как у аспиранта первого года обучения по собственно говоря науки то вот глядя на все это то есть что на основе вот всей этой литературы анализа что ты провел какое направление можно выделить и сказать что кажется вот здесь есть проблема недоработки вот этим стоит заниматься но вот здесь я увидел пробел между вычислительной эффективностью плотностью 3d карты то есть методов которые строят плотную карту трехмерную и работают быстро на борту робота как то я не находил вот даже старый метод артамап он может работать на борту робота он строит плотную 3d карту но на больших картах он все равно уже не успевает его вычислительная эффективность теряется с размером карты ну понятно но это все таки в том предположении что нам нужна глобальная вот эта карта а если не нужна то тогда и в принципе это и кажется что и не нужно но до метода локального картирования вычислительные эффективные они существуют в общем да понятно майота здесь это не сказать что замечание но такое устойчивое наверное там пожелание все таки понять и сформулировать возможно не одно там несколько каких-то альтернативных направлений но именно таких которые бы там сочетали в себе и значит и полезность для там практических задач и потенциальную ну то есть актуальностью здесь вообще проблем нет это мы видим но именно чтобы можно было сыграть на какой-то новизне на не только технической сказать что вот есть задача и мы просто сделали эту задачу решили эту задачу быстрее там за счет каких-то технических моментов что-то распараллелили что-то я не знаю перенесли на там с gpu на кпу на оборот с кпу на gpu и так далее то есть это конечно важно но это вот одна страна вопроса другая страна вопроса это все-таки сделать что-то такое именно концептуально принципиально новое вот возможно это будет опять же новизна в какой-то комбинации возможно новизна в комбинировании подходов или еще в чем-то но именно это там не только техническая должна быть но и концептуальная концептуально новая вещь хочется хочется значит пожелать вот продвижение успехов в этом направлении а так мне все понравилось спасибо за доклад хорошо вам спасибо так ну все тогда всем значит спасибо кто был с нами всем спасибо кто посмотрел видео на ютюбе там всегда можно на ютюбе потом оставить комменты как-то связаться с нами докладчиком с центром гуманитивного моделирования с фицу ирансом цветы все контакты в принципе есть в гугле поэтому выходите на связь если что-то заинтересовало и всем до свидания